52 миллиона рублей будет потрачено из бюджета города на благоустройство дворов, реконструкцию мусорных площадок и решение других жилищно-коммунальных вопросов. На условиях софинансирования заасфальтируют территории около многоквартирных домов в центральной части города, а также в южном и юго-западном микрорайонах. Не останется без внимания и городок обувной фабрики. В центре города, значит, тогда дома по адресам Ленина 165, рабочие 156, рабочие 170, в первую очередь дома рабочие 180, стекловская 52 и стекловская 74. Силами двух бюджетов на благоустройство дворовых площадок потратят 23 миллиона рублей. Так же, как и в прошлом, будет действовать программа энергосбережения. С целью сократить потери тепла планируют заменить оконные блоки в шестой школе. В рамках программы будет реконструировано уличное освещение. Здесь у нас два мероприятия. Все финансирование принимает участие, 30% областных бюджет дает. Первое – это миллион рублей на реконструкцию и модернизацию сети уличного освещения. Будем менять сетильники уличного освещения на энергосберегающую цель и уменьшить количество киловатт-часов, которые мы расходуем на оплату уличного освещения. Более 150 человек отказываются платить заводу кузнецкого качества. Роспотребнадзор рассматривает не только жалобы, но и заявление о необходимости пересчитать стоимость ржавчины, текущей из-под крана. Чиновники разводят руками. Статистика сказала, что за 4 месяца моей работы завтра у меня 9-й раз Роспотребнадзор штрафует за данную ситуацию. К сожалению, это не приводит к улучшению качества воды. Необходимо строительство станции обезжелезивания, чтобы решить этот вопрос глобально. 38 миллионов рублей планирует потратить город на строительство станции обезжелезивания на 8-м водозаборе. После завершения строительства чистую воду будут потреблять жители центральной части города. 2,5 миллиона выделено на корректировку проекта станции на Южном водозаборе. Достраивать существующую станцию, по словам чиновников, нецелесообразно. Проект устарел. А вот новый садик по улице Чкалова наконец-то получит канализационный коллектор стоимостью 1,5 миллиона рублей, который в проекте строительства просто забыли предусмотреть. Несмотря на слухи, спровоцированные публикациями в некоторых средствах массовой информации, Кузнецк примет участие в федеральной программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» в 2013 году. На реализацию данной программы город получит более 70 миллионов рублей. Сегодня мы готовим целевую программу на три года 2013, 2014 и 2015 год. С условием расселения в 2013 году 40% аварийного жилья от общего объема, в 2014 году еще 40%, 20% – 15%. Значит, ориентировочные суммы затраты составят из бюджета города Кузнецк, учитывая, что финансированный объем 25% в муниципалитете – 25 миллионов рублей. Вопросы, которые на пресс-конференции были заданы журналистами, волнуют всех без исключения кузнечан. Остается надеяться, что каждая копейка, выделенная из бюджетов различных уровней, станет вложением в улучшение качества жизни кузнечан.